Шум от работ в этом здании не стихает с начала августом. Сейчас здесь занимаются шпаклевкой стены потолков, стяжкой полов, пожарной сигнализацией и коммуникациями. Проверить темпы строительства приехал депутат Государственной Думы Николай Панков. 23-й, 14-й, что это? Это автономка, просто оборудование. А на узлы вот. На узлы на каждом этаже. Один грузовой, один для маломобильных грузов. Ага, то есть все предусмотрено, да? По словам директора Государственного архива, это здание никак не могли достроить еще с прошлого века. Работы ведутся уже 21 год. Все основное хранилось в главном корпусе. Это около миллиона документов и книг. Но с 2000 года, по словам Виктора Токарева, Государственный архив не принимает ценные бумаги. Архивы хранилища, они практически заполнены. Мы сейчас просто не можем принимать документы, потому что нет площади. Вот эти новые площади, которые будут сданы, они позволят принять те документы, которые сейчас временно хранятся в архивах, на предприятиях и подготовленных к сдаче в Государственный архив Саратовской области. И являются частью истории Саратовской области и всей России. В этом году по инициативе спикера Государственной думы Вячеслава Володина были внесены изменения в федеральную программу «Культура России» и утверждено финансирование на строительство пристройки. Общая сумма – 146 миллионов рублей, причем 130 из них выделил федеральный бюджет. Разработан график ввода объектов. Не вижу оснований, что объект не будет сдан. Для нас это очень важно. И когда председатель Государственной думы Вячеслав Володин посещал строительные объекты, 89-ю школу, школу в Энгельсе, другие, которые зафинансированы за счет федерального бюджета, он единственное говорил – качество работ и вовремя сданный объект. По словам парламентария, во избежание банкротства или возврата денег в федеральный бюджет на этом объекте заключили договоры сразу с несколькими подрядчиками. Согласно проекту, здание будет готово к декабрю этого года. Полина Попенец, Алексей Бредихин, Саратов-24.